Коток ходили, это на Урале у нас, на речке. Рассказывая, с чего началось увлечение сына плаванием, мама Жени Марина признаётся. Сама предсказала ему будущее. Когда я ходила беременной с Женей, шли Олимпийские игры в Атланте, 96-й год. И я все Олимпийские игры смотрела. Ну, естественно, я больше смотрела свою спортивную гимнастику, любимую, художественную гимнастику, синхронное плавание. Муж у меня смотрел футбол. И я уже с того времени мечтала, что у меня сын станет Олимпийским чемпионом. Родительские спортивные гены сделали своё. Женя с раннего детства учился добиваться цели и не любил проигрывать. У меня начинается азарт. Почему я проиграл? Я этим недоволен. Мне нужно выиграть. То есть у меня начинает идти, я должен сделать лучшее. Но если я проиграл, значит, я что-то не до конца сделал. Где-то там, где-то тут неправильно, не полностью выложился. И в следующий раз Женя выкладывался на все сто. Именно поэтому был всегда впереди среди других пловцов. Марина Рылова вспоминает первые соревнования сына. Первые соревнования. Там некоторые ребята остановились на полбассейна, повесили на дорожке, начали плакать. То он один из немногих, наверное, их там было два мальчика, которые прям так упорно доплыли до финиша. И тогда я поняла, что он действительно будет добиваться того, чего он хочет в своей жизни. Поддержка мамы всегда была важна для Жени. Она и её участие, несмотря на хрупкую внешность, силы характера, часть его успеха. Перед каждым заплывом мама напутствует сына. Сыну не переживаю, всё будет хорошо, это у меня самое лучшее. При этом мама сама всегда остро переживает, когда Женя выходит на очередную дистанцию. Она, пожалуй, самый беспокойный его болельщик. Особенно волновалась, когда сын должен был выступать на Олимпиаде в Рио. В 9 часов попыталась лечь спать, но не получилось. Я до 4 прокрутилась. В 4 я встала, потом сидела, нервничала. Но когда именно он плыл, я бегала из коридора в комнату. Одним глазком подсматривала, очень, конечно, волновалась. Но, конечно, была очень счастлива, рада. Обычно я начинаю кричать, плакать и всё сразу. Сказать, что сам Женя не волновался перед выступлением, значит слукавить. Но бойцовский дух заставил во время старта прогнать посторонние мысли и думать только о том, чтобы прийти первым. Но соперники достались серьёзные. В итоге – бронза. Первое ощущение, честно, это разочарование было. Потому что я увидел, как я проплыл, моё время, и я расстрелился. Плюс я по ходу дистанции понимал, что, скорее всего, у меня будет не очень хорошее время, потому что я проиграл все три поворота. Но Женя уверен, его главные победы ещё впереди. И Олимпиады ещё будут, и золото тоже. Ведь недаром когда-то в детстве его поцеловал белый дельфин Егорка, тем самым предсказав быть парню счастливым. Татьяна Брылова, Владимир Бижёнов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.